Это дорога к хутору Вестник. Вдоль нее прокладывают более двух километров трубы. Она из пластика. В земле не гниет, поэтому газопровод прослушат долго. Работы планируется завершить до конца ноября. Сложности скала. То есть здесь есть скальный грунт для этого, чтобы его проходить вовремя. Надо менять ковши дополнительные, то есть, скажем, средства выделять. Но все это у нас есть. Все, я же говорю, идет, все движется, все успеваем. В хуторе построят газораспределительный пункт. Затем можно будет монтировать сети внутри города. В Вестнике около 250 дворов. Жители говорят, что газ с одной стороны ждут, потому что топить дровами и углем дороже, а с другой стороны переживают, что не потянут стоимость подключения. Предполагают, что речь может идти о двух-трех сотнях тысяч рублей. В городском управлении капитального строительства призывают не верить слухам. По опыту это порядка 50 тысяч рублей на один двор. Это и возведение сетей низкого давления, и подключение самих подворий к этим газопроводам. Газопроводы низкого давления – это трубы, идущие от газораспределительных пунктов. Их принято красить в желтый цвет. По федеральному закону 80% их стоимости оплачивается из регионального и городского бюджетов, а 20% – это деньги населения. Мы сегодня, ведя эти газопроводы, находим понимание жителей. Они понимают, что это не наша придумка. Это государственная программа, которая предусматривает участие самого человека. Также газ подводят к хутору Усатого Балка. Пока речь о первой очереди проекта. Эту часть газопровода планируют сдать в следующем году. С ее пуском газ появится примерно в 200 частных домах. Запуск второй очереди намечен на 2018 год. В Анапе действует программа газификации до 2022 года. Также строятся межпоселковые газопроводы. Ход работ напрямую связан с выделением денег из вышестоящих бюджетов.